Во время войны на фронт шли разные люди. Особенным явлением стало участие зэков в боях против фашистов. Первоначально криминальный элемент призыву не подлежал, так как никто не мог спрогнозировать, как они будут себя вести на передовой. Но катастрофические потери первых месяцев войны все изменили. В конце лета и осенью 1941 года в западных и центральных регионах Советского Союза в связи с продвижением противника возникла острая необходимость в эвакуации более 750 тысяч заключенных. Времени и возможности перевозить огромное количество арестантов с места на место не было, поэтому часть заключенных просто расстреливали. А потом в светлые умы военачальства пришла мысль, что если осужденных переодеть военную форму и направить на передовую, не все же им казенные харчи уплетать. В итоге 175 тысяч арестантов отправили на линию фронта. Они выполняли рольщита для солдат, часто шли без какого-либо оружия, выпрямившись во весь рост. Сделай хоть шаг назад, тут же расстреляют свои. Освобождать из-под заключения, чтобы направить на фронт, начали еще в июле 1941 года. Сначала зэков отбирали из ГУЛАГа. Более 150 тысяч гулаговцев с радостью согласились променять жизнь в клетке на добровольную смерть на фронте. Честно говоря, терять им было нечего. В 1942 году условия в лагерях были страшными. Охране разрешалось применять оружие против заключенных. Рабочий день зэков длился минимум 12 часов, а еды на всех не хватало. За годы войны в трудовых тюрьмах погибло около 600 тысяч арестантов. Поэтому, чтобы не умирать мучительной смертью за решеткой, зэки предпочитали идти на войну и умирать быстро. Погибали сотнями, тысячами, и никто по ним не страдал. О них не сообщали в сфотках с Овенформбюро. Кто-то, идя на фронт, пытался искупить вину и получить амнистию. Но большинство все же становилось пушечным мясом не по собственной прихоти. Деваться было некуда. Эти вояки, бывшие зэки, они принимали активное участие в самых ожесточенных боях Великой Отечественной войны. Там, где на картах обозначалась острия атаки, были сосредоточены многочисленные группы зэков. Лагерников первое время не трогали. В лагерях отбывали наказания политзаключенные. Неприкасаемыми оставались и так называемые уркаганы, блатные зэки, вожди преступных шаек. Последние не стремились на войну от слова совсем. Для блатного братства было позорным брать оружие и защищать государство. Поэтому армия поначалу пополнялась только за счет бытовиков, клиентов трудовых лагерей. В 43-м году, правда, среди фронтовиков появилось много блатных. Именно тогда началась глобальная чистка ГУЛАГа. На фронт шли все, кто мог держать в руках оружие. Зэков некогда было обучать военным правилам и шить обмундирование. Поэтому на войну шли в той же одежде, в какой отсиживали свой срок. Разница была невелика. Кирзовые сапоги, шапка, бушлат. Только цвет его был черный. За цвет одежды дивизии, состоящие из зэков, прозвали черными. Те, кто, вопреки бандитским догмам, решали все-таки нацепить на себя солдатскую форму, тут же обращались в немилость авторитетом преступного мира. Тем не менее, зачастую, воевали бывшие зэки прекрасно. Многие из них были смелые и дисциплинированы. Их приставляли к наградам. Интересно, что среди зэков были даже такие отличники, которых впоследствии представили к званию Героя Советского Союза. Однако нельзя сказать, что абсолютное большинство зэков воевало ради того, чтобы очистить свою совесть. Многие уголовники шли в армию, предвкушая легкую добычу. Советский Союз, наконец, начал побеждать. Немцы потихоньку отступали. Впереди была Европа и поверженная Германия. Это значит, что для них в скором времени могли появиться новые охотничьи угодья. Там можно было беспрепятственно грабить и воровать. Хоть они и были обычными солдатами, в жилах их текла лихая кровь и тяга к приключениям. Такие отважные солдаты были нужны армии, как никогда. Советские зэки держали в страхе фашистов. Они бросались в атаку, совершенно не испытывая чувства самосохранения, и этим побеждали. Фашисты жутко боялись советских зэков. Они не боялись смерти и жаждали стрелять, резать, избивать и убивать. Бывали случаи, что когда немцы понимали, кто перед ними, они с криками «Штрафирен, штрафирен» пускались на утек. Бои удавались преступникам на ура, чего нельзя было сказать о внутриполковой дисциплине. Зэки часто мародерствовали, снимали сапоги с убитых товарищей, обчищали карманы пойманных немцев. Преступники и на войне оставались тем, кем были до нее. В их батальонах присутствовали постоянные пьянки, драки и кражи. Но начальство тогда выбирало из двух зол меньшее и часто закрывало глаза на совершенно неинтеллигентные поступки зэков. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы дальше одерживало победу в боях. Всего за войну было мобилизовано порядка одного миллиона человек и только 10% бывших заключенных попадали в штрафные батальоны, остальных же отправляли в обычные линейные части. Многие из них получили возможность искупить свою вину и заслужить прощение. Получалось, что воры, грабители, насильники и убийцы воевали бок о бок с обычными солдатами. Однако, как показала практика, их взаимопонимание было выше всяких похвал. Штрафбаты появились значительно позже зэковских батальонов. Они предназначались для военнослужащих, совершивших преступления и попавших под трибунал. Эта категория советских солдат также всегда шла впереди основных силовых масс. Их, наравне с зэками, в боях уничтожали первыми. Штрафбаты быстро редели и к началу 43-го года их сил уже не хватало. Тогда Сталин издал указ пополнять штрафные батальоны рецидивистами всех мастей. По воспоминаниям ветерана Ивана Мамаева, который тогда командовал одной из штрафных рот, дела у них шли плохо, большое количество потерь, воевать было некому. Поредевшее подразделение было пополнено бойцами из зоны. Постепенно штрафная рота превратилась в блатную. 100% бойцов состояло из сплошных уголовников. По прибытию они тут же учинили разбой, украли военные документы. Но Мамаев сразу дал понять, запомните, вы на фронте, а не на малине. Здесь каждый веселый поступок может стоить вам жизни. После его слов планшет чудесным образом нашелся. Зэкам удавалось не только блестяще воевать, но и подделывать печати. Своими умениями они пользовались, когда шли на дело в село за продуктами. Печати рисовали чернилами прямо на ладони. Иногда зэков ловили с поличным и тогда прямо на месте расстреливали. Ветеран Евгений Вестник, командир огневого взвода 1-й гвардейской корпусной артиллерийской бригады, вспоминал, у меня был случай, когда я командовал 72-мя беломорканальцами. У меня были заключенные, прошедшие через штрафную роту, оставшиеся в живых, раненые. Я наблюдал за этими людьми, преступниками, которые воевали лучше, чем другие. И я понимал, что они получили свободу и должны были доказать свою лояльность к родине, забыть о своем прошлом. Они воевали как звери. Ветеран войны рассказывал небывалый случай, произошедший в 1945 году в Восточной Пруссии. Его батарея должна была переправить военную технику через небольшую поляну. Однако немецкий пулеметчик, прятавшийся в окопе, не давал этого сделать. Постоянно отстреливался. Тогда к огневой точке прополз рядовой Василий Кузнецов. Наконец пулемет замолк. Значит, Вася все-таки добрался до фрица. Какой потом шок испытал командир, известно только избранным. Вася вернулся через 10 минут, держа в руке пулемет и голову немца. «Боже мой, зачем голова?» – заорал начальник. «Товарищ гвардия лейтенант, вы могли бы подумать, что я затвор сброшенного пулемета снял, а стрелявший сам ушел. Я голову принес как факт, как доказательство». Один из передовых зэковских батальонов был сформирован из заключенных Сорокского лагеря. О тех ребятах ходили легенды, ими даже гордились. В архивных записях можно найти историю о том, что зэки сражались с армией немцев, вдвое превышающих по численности советских солдат. Пацаны, не привыкшие прятаться в окопах, в один момент выскочили из траншеи, громко матерясь, и побежали на немцев. Мощь Орды была настолько сильной, что немцы остолбенели и потерпели поражение. Всем известная армия-16 состояла из одних только зэков. Ей командовал Константин Рокоссовский, советский военачальник, сам проведший в трудовом лагере не один год. Он не понаслышке знал, как нужно общаться с уголовниками. В свою очередь, последние его очень уважали, за счет общего уголовного прошлого. Поначалу Рокоссовский правил над военными заключенными, но потом в его армии появилось много блатных. Командир верил, что можно верить даже тем, кто в свое время по каким-то причинам нарушил закон. Ему было безразлично, за что сели люди, которые под его командованием самоотверженно шли в атаке. Благодаря 16-й армии, да и всему второму стратегическому эшелону, о котором, кстати, немцы вообще не догадывались, были нарушены многие, можно сказать, даже основные планы противника, О черных дивизиях Рокоссовского есть много документов, которые хранятся в Германии. Среди миллионов сотен страниц можно найти фотографии советских мужчин. То ли солдат, то ли прохожих с улицы, то ли уголовников. Все они на одно лицо, да и цвет бушлатов не отличить. Однако в 44-м году поведение зэков начальству настолько осточертело, что командование решило больше не привлекать к военным действиям неоднократно судимых. С теми, кто все-таки успел впрыгнуть в последний вагон, жестоко обращались обычные солдаты. А когда немцев погнали на их родину, то армию Рокоссовского не пригласили делить шкуру убитого медведя. Все тогда знали, на что способны бывшие уголовники. Однако многие зэки, находившиеся в других подразделениях, все же добрались до родины немцев. Мародерами они были отменными. Бесчинство, творившееся в то время, убийство, изнасилование, грабежи, поджоги, вандализм. Заслуга, прежде всего, блатных героев советской армии. Субтитры создавал DimaTorzok